Это всего мира известно, да? Вот четыре принципа тоже живут, и люди живут этим, тоже еда, солнце, совокупление. Только оборона, человек считает, что его мускулы, или его деньги, или его телохранитель, понимать? Но на самом деле оборона человека, это его интеллект. А люди не используют твой интеллект, знаешь почему? Потому что они мясо едят, и они опустились на животный уровень. Говорят, скажи мне, что ты ешь, скажу, ты кто. А в прошлой цивилизации, они мясо не ели, они были вегетарианцы. Им не было нужды религии, потому что они были не на животном уровне. Они были мистики, они восьмиступенчатую йогу прошли. Они общались с космосом, с инопланетянами общались. Говорят, что у сыновья Адама то, что было, было... Я подожди, можно я так кончу? Да когда я говорю, я себя не перебиваю, правда, Хатэ? Послушай до меня. Ты понимаешь? И поэтому им не нужна была религия. Они общались с космосом в йоге. Вот сейчас йоги Гималаев общаются с йогами тибетно, их лама называют. Без мобильного телефона. Они общаются телепатии просто. Я видела йогу, в которой в 12 лет они спускаются, праздник Кумбамелы. Миллионы людей идут. И они спускаются с пещерства Гималаев. Они питаются праной. Это мои учителя, понимаешь? Они питаются праной. Единственное, что они пьют воду Ганги, чтобы у них кишечник... Они наслаждаются общением с космосом, с любовью наслаждаются. Они любят нас. Они нас очень любят. Вот для них это наслаждение. А как они любят нас? Они даже вот нас предупредили, что вот есть пандемия будет, вот это будет. А они все предупреждают. Они призывают. Ты понимаешь, все религии, видишь, прочитываются, из Индии пошли. Иисус поехал 12 лет. Не из Индии. 12 лет Иисус поехал, я видела его келью. Я в Гималае видела его келью. И в 29 лет он вернулся, он прошел всю восхеступенчатую йогу. Мухаммед, когда поехал к Кярваннан, Амисина, к нему спустились эти Шамбалы. И сказали, ты будешь пророком, когда в свое время. Будда, Будда, он... Про Мухаммед, про Иисуса, про Майсина. Нет, ну Будда он был принцем индийским. Он поехал, принял отречение по Иисусу. Они говорят про древние религии, а ты говоришь вот эти... Нет, он про Мухаммед говорит. В основном у нее тема, что до Исламии... Нет, вот здесь он с Кярваннан едан, да? Он едет имидарису пахарду, да? Потому что он не ездил, он ездил в Сирию. Они всюду ездили. Кярваннагедыр ларсюду. В Индии не был, да, наш пророк? Откуда ты знаешь, не был? Ну, источники так говорят, они исталистики. А я знаю, в каком городе даже он был со своим. Верблюды, Кярваннагедыр буро. И спустили его йоги, спустили все эти атрибуты пророка. И сказать, в свое время мы тебе скажем все, что надо будет. Ну, интересно, если йоги ему дали вот Куран, ему дали вот этот пустой. Нет, тогда они ему Куранн не давали, а он был еще ребенком. Но дело не в этом, ладно, я смотрю. Ты знаешь, нам в храм 11 пришли мусульмане из Исламского института. Такие ребята грамотные, хорошие были. И один такой был около них, старший, да. Я читала лекцию, и он им говорит, сейчас я такой вопрос задам, да, что, в общем, да. И в конце лекции, когда я сказал, у кого вопрос есть, он мне задал вопрос. А вот, Ханс, какая книга правдивая? Вот в вашей книге, Багдадгид, говорится, что есть душа. А в Коране говорится, что нету души. Человек, ахрятэ бидаси, один раз умирает. Какая книга врет, какая правду говорит. Он мне прав, как книга врет, души нету. Нефс вар бидаси вар. Дух вар бидаси вар. Я сказала, я сказала. Душа это нефс, а дух это рух. Я сказала, и здесь правда, и там правда. И они правы, и Багдадгид прав. Вот я сказала ему, вот ребенку первого класса, если скажут, от единицы двойку можно отнять, он скажет нет. Правда, арифметика, да нет. И он будет прав. А десятикласснику скажут, от единицы можно отнять двойку, он скажет да. 0,8. Это уже высшая математика. Минус один. И он прав, и он прав, понимаешь. Поэтому я говорю, в каждом, каждое тысячелетие в ведах написано, Господь говорит, я пять тысяч лет, пять тысяч лет прошло, да, после потопа. Я никому не скажу ничего себе. Я каждому народу, каждое тысячелетие. Как это сохранилось за пять тысяч лет? Пешмин, на габару. Например, две тысячи лет тому назад Иисусу его уже искоренили. Я не об этом говорю. Всемирный потоп, пять тысяч лет тому назад. Наша цивилизация. Семирный лет назад приходил Бог. Об этом скажи. Пятьсот лет назад. Я приду к этому, да? И в наших книгах написано, йога, что я пять тысяч лет никому не скажу о себе ничего. Потому что люди жили без религии на животном уровне. Они не могли осознать Бога. Но я каждое тысячелетие буду послать своих... Вы животных, что имеете в виду? То, что едят мясо, это животные, что я? Ну, подожди, да, я сейчас скажу тебе. Я не знаю, что они живут, они живут, они живут, они живут, они живут. Религии не было, да, на планете. Пять тысяч лет, там не было религии. Люди жили зиким образом, как варвары жили. И он сказал, что каждое тысячелетие буду послать своих пророков. Он каждому своему народу на его уровне будет доносить мои слова. Вот все религии – это свод законов, это конституция. Там о Боге ничего не сказано. Единственное, Иисус сказал, что Он создал нас по своему образу и подобию, Отец. И Мухаммед сказал, что «йозяля Аллах». А Его красотец сказал, не выдержал сказать. А так, о Нем ничего не сказано. Только законы. Бахарамды, Бахаралды, Буссуавды, Багюнахды. Только Банээлямя Банээля. Вот это все только. Но через пять тысяч лет, Господь говорит, когда вся планета уже будет, у всех будут свои религии, и все будут знать, что Бог один. И людям, люди, все религии деградируют, потому что у людей будут вопросы, очень много вопросов, ответы не будут получать на это. Тогда я приду, о себе скажу все и раскрою все тайны. Вот я в студентские годы читала Коран Керами, Крачковского. И там написано, будет «сирляль сириктабады, басирлядаль кельян, Аллах дарь, Аллах дарь, узин дарьки». На самом деле, очень много тайны было. Почему человек должен есть правой рукой, левая рука Мурдалды? Почему тасквей надо чермей, бубармах ларна, бубармах Мурдалды? Я не могу понять, почему она врага возлюбить? Как бурить. Я не могу понять, как можно? Иисус тоже говорит, возлюбит врага. Мухан тоже говорит, душман Аллаху не иметь. Я не могу понять, а когда ведеешь книги прочли? Хамы с ним хридалады, мэмчун. И когда человек приобретатель знания, Мухаммад Пэхамбэд, «Саадет» нэ дэ? Один говорит «садет» «тул» дады, дэй, «гозеркады», «казан» дады, «казан» дады, «казан» дады, «каз» 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 «н» дады». Только знания дают человеку счастья. На этой планете нет счастья. Хотя все стремятся к счастью. Ребенок думает «я вырасту, пойду в школу, буду счастлив». Окончу школу, буду счастлив. Поступлю в институт, буду счастлив. Женюсь буду, выйду завтра. Но на самом деле есть минуты радости. А счастья такого нет. Но есть стремление к счастью. Почему мы стремимся к счастью? Потому что мы вечные души. Мы всегда были счастливы. На духовном мире мы были счастливы. Мы знаем, что это такое. Но здесь мы не можем приобрести. Единственное, в чем мы можем найти покой, оно равносильно – это в знании. А знания откуда даются нам? Не романы вот эти. Знания даются из религии. И ведическое вот это, то, что вот нам оставили, с прошлой цивилизации оставила. Вот это ведическое знание. То, что Атлантиды нам оставили. Вот она раскрывает все религии. Все тайны раскрывает. И человек бывает счастлив. Раньше я боялась смерти. У нас был страх. А когда я пришла, уже я прошла, у меня нету страха. Потому что я знаю, что смерти нету. Просто мы меняем свою форму, идем на другие. По своему интеллекту мы идем на другие уровни. Мы можем общаться даже. Вот когда в медитацию мы сходимся, мы можем общаться даже. К нам приходят знания. На наши вопросы мы получаем ответы. Сверху. Ну, к телепатии приходят знания нам. Раньше, когда я на мазку лырдым мэн, пошла гордым мэрдашина. Ну, я думала, куда-то мне надо позвонить. Я бубнила эти слова. Я не понимала значение то, что гузобрела на арабском языке. Я просто гузобрела и говорила это все. Но я не испытывала счастье. Понимаешь? А сейчас где-нибудь три раза мы садимся в медитацию. Садимся в глубокую медитацию. И мы приобретаем счастье. У нас слезы текут от счастья. Понимаешь? Мы видим общение. Я не могу думать, что кто-то мне должен позвонить. Куда-то я должна пойти. Потому что ты непосредственно общаешься. И ты чувствуешь вот этот ответ. Ты чувствуешь любовь. Как нас любят. Ты не представляешь, как нас любят наверху. За каждого из нас воюют. За каждую душу. И это от нас зависит. Кому мы будем помогать? Демонам? Между демонами и полубогами идет война за каждую душу. Это зависит от нас. Кому мы будем помогать? Ну, мы помогаем демонам в основном. Чтобы они победили полубогов. Понимаешь? Ну, я о себе не говорю. Потому что я уже знаю. Я хочу помогать полубогам. Демоны сами по этому побеждают, да? Нет. Демоны от наших... Как мы рождаемся, да? Как мы рождаемся. Вот наш организм — это вселенная. Чайна ты. Точно так же. Внутри нас точно так же. Вот есть континенты. Есть реки. Есть города. Есть поселения. Внутри нас есть армия. Есть семьи. Есть своя миссия. Понимаешь? Примерно. Вот как мы рождаемся, есть божественные. Ага. Вот население нашего организма, да? Это вселенная, имени вселенная. Это божественные частицы. Они родились с нами. Господь их дал нам. И как только мы рождаемся, начинает захват борьба за территорию. Извне заходят всякие вирусы, микробы. Это все. И внутри идет борьба. Борьба за территорию. Но пока ребенок маленький, у него сознания нет, побеждают божественные обитатели нашего тела. Они побеждают всегда. Если мать будет правильно питаться, нормально молоко будет давать. Все. Они будут побеждать. Но потом, по мере того, как мы растем, у нас появляется сознание, интелемыслия, зависть начинает, гнев, стресс. Это все. Мы начинаем питать этих демонов. И они начинают захватывать территории. Территории. И потом начинаются хронические болезни. Понимаешь? Чтобы вот этого не было, чтобы помочь божественным обитателям. Вот ты посмотри. Видно? Царапина у тебя бывает, да? Ты видишь, сразу у тебя корочка образуется. Это значит, что такие. Мне вот в Индии, в Академии, нам вся такая технология. В тысячи раз, в тысячи раз увеличены, показали 10 сантиметров нашей кожи. Что происходит с нашей кожей? Ты представляешь? Вот эти обитатели, если, не дай богу, там царапина будет. У нас тоже есть шаги дорвали. Вот армия есть. Вот эта армия, да? Вот эти божественные частицы, они оставляют свою семью, свои мечты, свои дела оставляют, идут защищать нас. Мост дает приказ. Идите, защищайте, закройте рану. И они приходят за руки, держатся вот эти элитроциты. Они все живые. Они держатся за руки, да? Чтобы кровотечение остановить. Вот эта корочка, да? Вот они из себя заживо, щаиде лилия. Ради того, чтобы спасти нас. Посмотри, какая любовь, да, к нам, да? А мы так свою землю не любим. Мы космос так не любим, как они любят нас. Они божественные внутри нас. И ты представляешь, вот они все погибают ради того, чтобы спасти, остановить кровь. Или у человека перелом какой-то, да? Думаю, да, я пошел к врачу, мне гипс поставил, врач меня вылечил. Врач не вылечил, он только поставил гипс. А вылечили нас эти божественные обитатели. Они за руки держатся, да? А гипс помогает только, чтобы движения не было. И они становятся клеем. Опять они убивают себя. Клейка это образует, как клей, чтобы вот эти кости срослись. Они жертвуют собой, ты понимаешь? И как можно им не помогать? Мы должны им помогать всегда. Вот этим обитать. Они все время, каждую секунду воюют. Я видела, когда вот человек омовение принимает. Вот эти обитатели, да, они выталкивают из нас, из каждой клеточки, выталкивают вот эти вирусы, вот эти микро. Они черные, противные, с такими носами, как клещи. Они вот так, и когда мы омовение делают, для них это всемирный поток. Время у них идет по-другому там. Так же, как для нас. Вот на высших планетах один наш год для них одна секунда. У них тоже время по-другому идет. Один день для них это целая эпоха. Один день, представляешь? Не, я совсем другое говорю вам. Да. Спасибо. Вы же голодные. Мне же знакомиться. Как это?